на покупку банка. В течение месяца правительство должно принять окончательное решение о возможном претенденте. Против такой секретности возражает национальное объединение, которое полагает, что процесс продажи цитаделы должен быть максимально прозрачным и окончательное решение должно остаться за Сеймом, а не за правительством. Об аргументах сторонно в репортаже нашего корреспондента Юрия Родина. Министерство экономики, готовящее продажу цитаделы, считает, что процесс должен быть сугубо конфиденциальным. Сегодня было принято решение поддержать предложение Министерства экономики о том, какие несколько конкретных претендентов идут на следующий этап. Следующий этап, грубо говоря, где этим претендентам показываются последние данные, то есть самые конфиденциальные данные о банке цитаделы, то есть конкретные данные о кредитном портфеле. Против конфиденциальности возражает национальное объединение. Его представители считают, что решать судьбу государственного банка, в который вложены деньги налогоплательщиков, должен Сейм, который, по идее, представляет весь народ. Для национального объединения неприемлемо, что сейчас в правительстве в большой секретности, в чрезвычайном режиме, продвигается вопрос о продаже принадлежащего народу банка цитаделла, стоимость активов которого превышает 2,5 миллиарда. А в прошлом году банк работал с прибылью в 15 миллионов евро. На Коалиционном совете националам удалось добиться того, чтобы процесс продажи цитаделла в течение ближайшего месяца стал предметом обсуждения на заседаниях комиссии Сейма, дабы предотвратить угрозу национальной безопасности, чтобы банк, не дай Боже, не попал в руки российских олигархов, или угрозу коррупции при такой большой сделке. И уж точно речь не может идти о том, чтобы к этому процессу в любой форме были допущены бывшие владельцы банка Парекс. Министерство экономики с этим было вынуждено согласиться, однако подчеркивает необходимость сохранения глубочайшей секретности сделки. Это не наше требование, то есть это не требование ни мое, ни министра экономики, ни правительства в Атвии. Это требование тех, которые претендентов, которые собираются купить банк. Они требуют полной конфиденциальности о том, что они вообще есть, кто они такие, что они предлагают, и что они вообще в этом заинтересованы. Если мы не можем обеспечить такую элементарную конфиденциальность, то мы просто рекомендуем как не очень серьезный международный партнер вообще в такого рода сделках. Если не будет сохранена конфиденциальность, то не будет и сделки. А для Латвии это смерть подобна. Ведь Еврокомиссия, которая в свое время позволила национализировать парекс, больше отсрочек не даст. Это правило таково, что государство может перенять банк, но когда опасность миновала, государство должно уйти. То есть это было сделано в 2008 году. У нас на дворе 2014 год. Кризис давно миновал. У нас уже было как минимум одно продление от Европейской комиссии насчет продажи банк. То есть мы однозначно по соглашению должны этот банк продать. Если мы его не продадим до конца этого года, то это все возьмет в свои руки Европейская комиссия и продаст банк сама. То есть, грубо говоря, придет судебный исполнитель и за копейки этот банк кому-то как-то по каким-то частям продаст. Чтобы этого не случилось, «Цитаделла» должен быть продан до конца года. Напомним, что банк «Цитаделла» был основан в 2010 году после реструктуризации перенятого государством банка «Парекс». Сейчас 75% его акций принадлежат агентству приватизации, а 25% – Европейскому банку реконструкции и развития. Юрий Розин, Спартак Лукашевич, Первый Балтийский канал.